Меня зовут Дмитрий Москвин, я сотрудник Уральского филиала Государственного Центра Современного Искусства, отвечаю за образовательные программы и за проект, который получил название «Коды Екатеринбурга». И в его рамках мы пытаемся найти коды, то есть то, как город можно расшифровать по-новому, как на него можно посмотреть с неожиданных новых ракурсов, и делаем это в формате прогула. Сегодня мы двигаемся по маршруту в поисках кода воображения. И почему воображение? В общем-то, в этом месте, мне кажется, проще всего догадаться. То есть Уктус – это как раз место, где сходится все. Все коды Екатеринбурга здесь обнаруживаются проще всего. Чем больше я начал над этим размышлять в рамках нашего проекта, тем больше я стал понимать, что здесь как раз все идеально и все прекрасно. И поэтому какие-то вещи будут перекликаться с предыдущими прогулками, где-то я, может быть, буду повторяться для кого-то, для кого-то это будет новая информация. Но воображение именно по той простой причине, что вообще история горнозаводской, так скажем, цивилизации, Среднего Урала, как индустриального региона, и история Екатеринбурга, как, в общем-то, города, начиналась здесь, в этих местах, потому что Уктусский завод, построенный начало строительства 4 декабря 1702 года, вот оно происходило на этом месте. И первоначальный замысел был в том, что Уктус будет центром всего горнозаводского пространства, вот самой будущей горнозаводской империи, как ее назовет Алексей Иванов. И у Уктуса был даже период двухлетний, когда он был действительно этим центром, столицей, и 1 августа 1723 года вдруг все закончилось. Документы обер-бергамта, того, кто занимался, в общем-то, структурой имперской, которая занималась управлением всеми горными заводами Сибири, а Урал тогда еще был Сибирью, был перенесен с Уктусского завода на построенный Исецкий завод, получивший название Екатеринбург. Да, вот, собственно, это такая колыбель, исток, начало, и достаточно много исследователей, они говорят именно в этой логике, что, в общем-то, историю Екатеринбурга, конечно, следует начинать отсюда. Вот Екатеринбург – это властный проект. Сколько бы мы там не представляли себе, что есть какие-то горожане, которые там борются за что-то, это всегда властный проект. 300 лет истории Екатеринбурга – это 300 лет бесконечных таких властных инициатив. Сначала на пустом месте, да, среди леса, среди каких-то болот, на совершенно вроде такой вот невзрачной, там, по сравнению с Волгой, с Камой, и там, даже с Тоболом, речки начинают что-то строить. Такая властная инициатива. Никто сюда специально ради этого не шел из крестьян, из купцов или каких-то других промышленников. Уктус, он был в этом плане абсолютно вот таким прообразом этого властного проекта. И это было воображение власти, значит, которая вдруг решила, что здесь-то вот мы точно все начнем. И сейчас отсюда пойдет металл для войны со шведами, и это вот станет опорным краем Петровской державы. Строительство той же плотины требовало хороших мастеров, и эти люди ехали сюда тоже что-то представляя. Да, и вот этот заряд воображения, он реализовался здесь, реализовался в стоящем тогда в то время очень далеко Екатеринбурге, в стоявшем чуть ниже Нижнеесецком заводе. Но вот это тоже такие воображаемые штуки. Как-то они здесь закодированы. Интересно будет посмотреть, как они себя проявляли и проявляют до сих пор. Ну и, в общем-то, у Птуса было несколько периодов таких странных, да, когда вот он там пик, потом резкий провал, потом опять пик и опять провал. И как бы вот это совпадает с циклами индустриализации Среднего Урала, и в каждом из них тоже свои точки, да, то есть как бы вот воображение начинает разыгрываться, да, все здесь начинают жить какими-то идеями будущего, а потом вдруг бах, все склопывается и заканчивается. Вот на этом месте мы тоже неспроста оказались, потому что вот тут мост находится, да, улица Щербакова, есть новый мост, и прямо к нему примыкает старый каменный мост. Его можно разглядеть, если перейти на ту сторону. Мост 1854 года, который был построен для того, чтобы соединить окончательно Екатеринбург и Нижнеесецкий завод и дальше на Полевской. И это была тоже такая инициатива, что вот надо уже, наконец, сделать нормальную дорогу, потому что название было со стороны Уктуса Екатеринбургский перспективный тракт, а со стороны Екатеринбурга называли Уктусский перспективный тракт, что, в общем, тоже подчеркивает, да, что со стороны Екатеринбурга по Уктускому тракту. Уктус как означимая точка. Но в 1954 году строится этот мост, как бы кажется, что все, вот Уктус окончательно соединен со всеми точками, и вот каменным мостом это значит, что все так уже на века, да, и через год они спускают заводской пруд, и на этом история Уктуса как заводского населенного пункта заканчивается. Да, поэтому вот здесь, как бы, точка и начала, и конца, и вот такое достаточно символическое место. И здесь часть домов, это дома, ну, достаточно, с такой древней историей. Некоторые стоят на фундаментах, а домов, которые еще были построены в XVIII веке, и, в общем-то, вот Уктус, он всегда отличался такой особенностью. Здесь практически не было каменных построек, да. Была одна, которую начали строить еще при Татищеве, поэтому здесь вот такие аутентичные места. Еще что-то от старого можно, любых старостей, древности в Екатеринбургской можно здесь вловить. По-моему, как нам паску постираем. Не надо. По-моему, 26-й или 29-й год, в общем, вот конец 20-х годов, когда картографы в один год сначала выпускают карту, где пишут, что это река Уктус, а следующая карта уже пишется река Патрушиха. И одна из версий, что просто это было связано с тем, что название Уктус – это, в общем, картографические какие-то там правила, которые предполагают, что нужно называть реку по самому длинному из ее притоков. И поскольку один из них был как раз Патрушиха, он более длинный, чем все остальные, то вот, видимо, переименовали в Патрушиху. А само название Патрушиха, видимо, происходит от имени Патрушев. Это был один из создателей, в общем-то, Уктусского завода, тех, кто координировал здесь работу с самого начала. И вот он умер в 1724 году, и одну из частей реки назвали приток Уктусский. Назвали сначала как-то там… точно сейчас уже не воспроизведу, но в общем, Патрушиха пошла уже как вторичное название. И вот с тех пор, почти 100 лет, да, вот эта часть реки, приток Исети, носит не свое родное наименование. Поэтому вот район есть Уктус, а Патрушиха, она как-то стала сама по себе. Вообще она, река достаточно интересная, но мелководная. Из-за этого Уктусу, в общем-то, и не повезло, да, что воды было мало, и завод не мог удовлетворять все нужды государства, и, в общем-то, поэтому был принесен в жертву, когда был построен Екатеринбургский завод. Вот там дальше была плотина. Да, мы увидим часть этой плотины с другого берега. Сохранился плотинный вал, но не сохранилось больше ничего, что об этом бы говорило вот в материальном плане. Причем, как считается, это сейчас самое древнее сооружение на территории Екатеринбурга в качестве земляного и сделанного человеком. То есть мы не берем то, что там на каменных палатках и в районе Палкина вот эти вот неолитические все артефакты, оставшиеся там с каких-то тысячелетий до нашей эры, а мы берем именно созданное человеком искусственным образом на территории нынешнего Екатеринбурга. Вот это древнее место. А здесь все было заводским пространством. Значит, здесь переплавляли медь, здесь переплавляли чугун. В общем, здесь было три варианта производства. И вот вся вот эта территория, она оказывалась в цехах, в всяких прочих сооружениях. Есть много описаний в разных книгах, где можно там вот просто прочитать все постройки, перечисленные, которые здесь находились. То есть вокруг еще была крепость. Да, вот до 1774 года Уктузский завод еще и охранялся. То есть вот в этом плане река, мне кажется, еще значима тем, что ее можно воспринимать как некий фронтир. Она такая вот пограничная река. Если и сеть это оси Екатеринбурга, то Патрушиха это вот некая граница. Граница, вдоль которой что-то происходит. Происходит физически и политически, потому что на Уктузский завод бежали, например, в 1707 году рабочие из будущего горного щита, с так называемого верхнего Уктуза, потому что там начались волнения башкиры, тут было достаточно волнительно вокруг. И вот они бежали сюда, в этот завод-крепость, и прятались здесь от этого восстания. Поэтому пограничие было. И дальше мы увидим некоторые символы современные, которые тоже подчеркивают такой специфический статус. Значит, если говорить вот как-то там по историческим вообще моментам, то, как я говорил, 4 декабря 1702 года началось строительство. 19 декабря 1704 года был пущен сам завод. Собственно, вот в этом году можно спокойно было бы праздновать 310 лет. И Уктузу, и может быть даже отчасти Екатеринбургу. То есть есть желание у некоторых совместить эти все-таки даты, так удлинить историю Екатеринбурга хотя бы на 20 лет. Но вот завод начал работать. И самое интересное то, что Уктуз всегда стремился быть уникальным во всем. То есть он был первым крупным заводом горнозаводским. Он начал первым производить сразу 3 вида металлургического производства. Потом, соответственно, в 2018 году все сгорает. Апрель 2018 года. 30 декабря 2020 года сюда приезжает Татищев. И, в общем-то, с этого момента завод переходит из подчинения губернаторским властям, которые были в Тобольске. Он переходит непосредственно Бергкалегии. То есть подчиняется напрямую центру, Питеру. И таким образом сразу приобретает вот этот свой совершенно потрясающий статус. И вот с этого момента начинается любимая игра Екатеринбурга будущего. Это, значит, чем мы будем круче всех вокруг. И вот Уктуз говорит, а давайте мы у Ирбита заберем ярмарку. И президент Бергкалегии Яков Брюс, соответственно, даже подписывает такое решение, что в Уктузе будет собственная крупная ярмарка, на которой будут везти все товары Сибири и России. И вот она будет таким вот перевалочным пунктом между двумя частями империи. То есть затмит собой Ирбитскую. Но как бы не получилось, не успели. Вторая была идея, что зачем нам дорога через Верхотурь. Это так называемая Бабинова дорога, которая связывала, опять же, Урал и Сибирь. Давайте мы через Уктуз пустим дорогу из Москвы в Сибирь, в Тобольск. И, опять же, были приняты разные решения, но в конечном итоге реализовалась в виде Московского тракта через Екатеринбург. Потом была идея о том, что здесь, соответственно, надо построить таможню, школу и, в общем, сделать это таким вот центром просвещения. С одной стороны, с другой стороны, центром логистическим, если мы будем говорить современными категориям. То есть вот как бы мы видим вот эту дальнейшую связку, потому что Екатеринбург движется и сейчас совершенно в той же самой логике. Мы должны быть, значит, первыми на промо проводить, центром Евразии стать, хаб построить, логистический центр построить, самый крупный университет сделать, ну и так далее. И вот 300 лет прошло, а, в общем-то, идея вся та же самая. Но, как бы, главное, что они сделали, это, конечно, учреждение сибирского горного начальства в 22-м году. И, собственно, вот то, что чуть позже получит название Обербергамт, который спустя год отсюда уже переедет в Екатеринбург. Ну вот, собственно, мы стоим на том, что называется валом Уктузской плотины. То есть это вот то, что было плотиной и упирается в тот берег. Причем на том берегу проводили уже несколько раз за последние годы археологические изыскания. Примечательно, что в советское время здесь археологи не работали. Практически вот до 2010-х годов эти места археологически не исследовались. И все строительные работы, они, в общем, там задевали разные слои, там обнаруживали, да, там где-то старое кладбище, где-то, значит, огромное количество осколков от гончарного производства. Улица Гончарная не просто так названа. И, соответственно, это все не изучалось, это просто все выкидывалось как мусор. Ну вот несколько лет назад Погорелов и его команда, в том числе студенческая, они проводили изыскания, вскрыли деревянные столбы, которые служили, в общем-то, вот частью плотины, да, и проводили разные исследования, датировки. Но, к сожалению, во-первых, и денег нет на это, на все, да, и, во-вторых, поскольку они работали с волонтерами из университета, там, оказалось, изменились требования к практике. И, в общем, дальнейшие все работы, они пока в таком вот спонтанном, случайном варианте, там, по несколько дней что-нибудь покопают. В декабре, опять же, 1722 года, то есть спустя ровно два года после Татищева, сюда на Уктузский завод приезжает Вильям Дегейн, да, естественно, командовать всем горнозаводским хозяйством. Он же придумывает вот это название, там, собственно, как человек с европейскими корнями, он говорит на европейском языке, и вместо сибирского горного начальства он использует название Убербергамт, и начинает внедрять здесь инновации. Опять же, вот, вообще, как бы, на Уктузе все время какие-то инновации пытались внедрить. Чуть позже мы увидим, когда это будет уже во второй половине 18 века. Значит, он на европейский манер показывает, как надо переплавлять медь. Да, и, значит, местные рабочие начинают экстренно переучиваться и, соответственно, внедрять эти технологии. И он же принимает решение о постройке первого каменного здания на территории завода. Да, оно было, в общем-то, сооружено, потом его перестраивали, но, в общем, все это благополучно с годами руинировалось и исчезло. Ну, и 31 июля 1723 года он присылает сюда письмо, что все, Убербергамт срочно перевозите на Есетский завод, потому что, типа, мне неудобно мотаться туда-сюда, да, нельзя принимать решение в такой ситуации, когда я в одном месте работаю, а все, значит, вся бюрократия сидит в другом месте. И вот, значит, они за один день упаковали все вещи и переехали. Причем в этот же день сюда приезжал Демидов, значит, инспектировать этот завод с точки зрения того, что почему-то он вдруг стал лучше плавить медь, чем в его владениях, да, и вот там тоже до сих пор много вопросов, почему такое совпадение и не могло ли оно предопределить решение Дегенина. Вот вообще, когда мы забираемся куда-нибудь вот туда на горы, особенно в районе гостиницы Уктус, но лучше это делать в период, когда нет листвы, да, потому что видимость гораздо лучше, то оттуда очень хорошо можно повоображать, что было бы, если Екатеринбург остался здесь, да, вот если бы город начал разрастаться от этого, от этой местности, а не двигаться сюда на протяжении своих первых двухсот лет. Вот с гор очень хорошо это все становится понятно, что здесь была бы вот такая центральная часть, здесь были бы все, значит, основные сооружения, там на горах стояли бы храмы, где-то жила бы элита тоже в такой горной части, внизу вяжели бы обычные люди, вот место, где Патрушиха впадает в Исеть, там прекрасная такая стрелка образуется, это был бы вариант стрелки Васильевского острова, такой маленький аналог в Екатеринбурге, в общем, то, что произошло с стадионом Динамо, да, который, собственно, как стрелка и функционирует, и так далее. То есть, действительно, тут очень такие любопытные вещи, и я находил уже даже у некоторых исследователей этого места, что, да, это такой альтернативный Екатеринбург, да, это вот альтернативная его версия. И раз это альтернативная, то интересно смотреть, как альтернативно это все здесь работало. Значит, у Уктузского завода были всегда очень специфические отношения с другими заводами. Примером тому служит, мы туда подойдем, кирпичный завод, который построили в 1723-1725 годах, и кому он первым делает кирпичи, он их делает на виз. А виз был первым заводом, вот, собственно, после Екатеринбургского, да, Верхесецкий завод Цесаревны Анны, с которым у Уктузского сложились тоже особые отношения. Настолько особые, что когда завод пришел в негодность, и, в общем, денег нет, ничего нет, а на том берегу, значит, храм, да, этот храм приписали Верхесецкому заводу. И рабочие Верхесецкого завода, значит, возопили, что 9 верст топать по лесам до этого храма, это какое-то, в общем, какое-то бред и издевательство, давайте его перенесем туда. И, в общем, вот были такие игры. То же самое были особые отношения с Нижнеесецким заводом, да, и с Шувакишским заводом, о котором вообще никто уже не знает в истории города, да, он там просуществовал меньше 10 лет, а потом в 28-29 году тот же кирпичный Уктузский завод начинает именно на Уралмаш, в район Шувакиша, поставлять кирпич для строящегося УЗТМ. То есть вот такие интересные всякие параллели, они работают здесь, как мы видим, столетиями. Значит, здесь же, ну, поскольку, как бы, после Дегенина и его переноса Бергамта нужно что-то делать, Уктуз не готов отказаться от статуса уникального места, они придумывают уникальное производство, они начинают производить гвозди. Да, и называлась эта шпикарная фабрика. Значит, ковали гвозди для всех казенных заводов России. Значит, все это было очень так серьезно и основательно. Вот до 49-го года, 1749-го года, здесь шло производство, мелкое уже, но шло. Потом завод остановился. Да, и казалось, уже все, его история окончательно закончена. Значит, вот, как бы, эта проблема с Николаевской церковью начинается. Ну, то есть, как бы, все сигналы того, что история завершилась. И вдруг, бах, значит, в Березовске обнаруживают золото. Да, казалось бы, опять же, где Березовский, где Уктуз. Но встает проблема, что надо делать промывку вот этих бесконечных, значит, пород, которые изымаются. И где их промывать, значит, но в Березовском еще никаких условий нет. Это принятое решение промывать здесь. Да, и Уктузский завод, и Уктуз становится местом золота, такое вот золото промышленное, да, где в совершенно фантастических масштабах начинают мыть всю эту руду, все эти породы, значит, изобретают все новые и новые технологии. И, в общем-то, вот Уктуз был в 60-70-х годах действительно местом инноваций по золотодобыче. Здесь до 80-х годов 18-го века эта плотина служила целем промывки золота. Потом Березовский все-таки отстроил вокруг себя всю необходимую инфраструктуру. Технологии Гридина показали, что необязательно использовать только Уктуз для этой промывки. И с 80-х годов здесь все опять затухает. Затухает до 1800-го года, когда принято решение, давайте здесь сделаем кожевинную обувную фабрику. Это, значит, вот тогда бегали местные купцы с этой идеей, что Екатеринбург должен стать центром отнюдь не горно-заводским, а, значит, таким постмодернистским, постиндустриальным. Значит, будем шить обувь, кожаные изделия и снабжать ими всех. Производство безумно, да, богатое, доходное. И вот на Уктусе принимается решение построить не что-нибудь, а казенное предприятие, то есть государственное. Там, где государственное, там мы понимаем, что все проваливается очень быстро. В общем, оно и провалилось достаточно быстро. Потому что, значит, управлять этим так и не научились с выгодой для этого самого государства. Значит, к 1829 году вот здесь было вокруг, да, можно вот посмотреть сейчас, сравнить с данными, 2081 деревянный дом. Да, не было ни одного каменного. Было 218 огородов. И, в общем, количество жителей я сейчас точно не воспроизводу, но там что-то было около тысячи с чем-то человек. Да, причем пропорция мужчин и женщин была примерно одинаковая. Для сравнения на Елизавете, которая находится выше по Трушихе, к тому времени было всего 45 мужчин, 74 женщины. В общем, да, незавидная доля, как всегда. И 24 дома с огородом, да. То есть вот крохотный населенный пункт на фоне такого мощного уктуса. А сейчас все наоборот. Если мы съездим в сторону Елизаветы, мы увидим, что Елизавета – это большой микрорайон, да, там с высотками, с большим частным сектором. И вот пока здесь такое вот запустилое пространство. Ну и, как я говорил, строится каменный мост, и это совпадает с моментом, когда плотину ликвидируют и пруд спускают. То есть вот мы сейчас пойдем дальше, достаточно длинное будет длинное расстояние, мы пойдем как бы по дну пруда, по дну Ктусского пруда. Вот его нет, от него ничего не осталось, кроме вот этой котловины. И если посмотреть со спутника съемку, то мы оттуда можем очень хорошо как раз увидеть этот контур. Потому что вот оттуда он считывается проще всего. По растительности, по характеру местности видно, где находилось это дно пруда и какого, в общем-то, масштаба примерно он был. Он был большим. То есть он был, видимо, не глубоким, но достаточно большим. Значит, еще одна особенность, которая тоже на Уктусе была изначально – это совершенно уникальное отношение к лесу. Потому что с самого начала строительства завода было принято решение, что леса вокруг Уктуса должны быть охраняемыми государством. То есть были запрещены частные вырубки, были запрещены использования под промышленные нужды. Вот так сейчас обойдем, потому что там на самом деле вот туда прямо надо будет. И, в общем-то, поэтому здесь постоянно возникали разные конфликты. Была идея переделать одно из плотин рядом с Уктусом под бумажное производство. Для этого нужно было что? Для этого нужно было дерево. Но как бы государство, это был уже, причем, 19 век, государство сказало – нет. То есть леса охраняемы. И охраняемы были настолько, что даже есть свидетельства, как разрешали собирать ветки в лесу, но не разрешали рубить лес. И поэтому лес был очень чистым. И если вот там вот, где горнолыжная трасса, там походить по сосновому лесу, то видно, что он даже сейчас какой-то сохранил такую вот внутреннюю чистоту. То есть он не зарос всяким буреломом. Ветки собирают. Ну ветки не собирают, конечно, но вот что-то такое в нем еще осталось нормальное. Если в плане вообще каких-то находок, да, еще раз говорю, археологию здесь никто, видимо, не проводит, а случайным образом что-нибудь находят. Но как бы случайным образом найденного это были бивни мамонта и вообще как бы части скелета мамонта они в областном краеведческом музее сейчас. Геологи проводили исследования. Я нашел только это в интернете, эту информацию. Не знаю, насколько она достоверна. Но якобы в Ухтусских горах содержится до 60 тонн платина. Вот, река протекает вот там вот где-то в кустах. Значит, особенность Патрушихи вообще в том, что для Екатеринбурга, да, что она сохранила весь дух вот этой индустриальной, уральской, скажем так, самобытности. Потому что столько заводов, сколько есть на реке Патрушиха, на Исете нет. Да, и по сути и не было. До сих пор здесь порядка семи крупных предприятий, функционирующих. Среди них это вот бывший кирпичный завод, бывший лифтостроительный завод «Спартак», завод дефибрированных камней, тоже там, значит, уникальное производство. В середине 30-х годов здесь строится самый большой 45-метровый трамплин в СССР. Ну, то есть, опять же, да, вот Ухтус без уникальности никуда. Поэтому давайте самый большой трамплин. Вот он, значит, здесь был построен. Мы сюда привозили на соревнования, на открытие этого трамплина делегации, в том числе и из европейских стран, что, в общем, уже само по себе было уникально. И, в общем-то, вот место стало рассматриваться как такой вот спортивный узел, серьезный. И трамплины здесь существовали вплоть до нашего времени. Последний трамплин, вот этот крупнодействующий, его разобрали, по-моему, два года назад, да, буквально, вот, совсем недавно. При этом дальше этого как-то все не двигалось, да, и вот сейчас горнолыжный комплекс, который здесь сооружен, он тоже такой вот какой-то половинчатый, да, то есть он все равно не может соревноваться с теми, которые находятся за пределами Екатеринбурга и по высоте, и по качеству трассы. То есть вот этот спортивный код, да, который в городе все время где-то, значит, всплывает, то на визе, то здесь, то, значит, вот в виде дифса или там ледового комплекса и так далее. Вот, значит, здесь он тоже побывал. Еще один код, который через Уктус тоже можно расшифровывать, это код, связанный с плотинами. То есть вот на реке Патрушиха, сейчас скажу, раз, два, три, четыре, четыре плотина, да, четыре плотины и, соответственно, вот четыре запруда. И плотина – это особая совершенно логика, потому что плотина – это ценность. Вот очень хорошо видно в документах об Уктусском заводе, что если вдруг повышается вода, там, вешние воды прибывают, значит, все бегут спасать плотину. Значит, все должны стоять и дежурить и смотреть, чтобы нигде не прорвало. Значит, строили верхнюю Уктусскую плотину, ее смыло в первую же весну, и, значит, это вот была трагедия, и после этого все извлекали уроки на нижней Уктусской плотине, ну, собственно, на основной Уктусской плотине. И вот этот код, он на Патрушихе ведь никуда не делся, потому что исчезла эта плотина, но спустя 150 лет построили новую, и мы сейчас как раз к ней выйдем, да, то есть вот это желание обязательно заплатинить реку, да, на Урале – это очень такая интересная логика, и с нею связано там много дальше сюжетов, в которых можно поразбираться. В общем, идем дальше. Ну, это вот, собственно, идут, там, значит, кирпичный завод, потом лифтостроительный, экспериментальный, еще какие-то, они все время меняют названия, но, как бы, старых названия вот эти сохранились. Значит, это пруд, да, пруд совершенно новый, сооружали его не так давно, да, уже при жизни практически большинства здесь присутствующих. Вот, к концу 70-х годов, в общем-то, было принято решение, решение было раньше принято, ну, вот построили его то ли в 79-м, то ли в 80-м, окончательно закончили строительство. Длина плотины составляет 175 метров, высота 8 метров, ширина тоже 8 метров, в общем, вот такое реинкарнирование той плотины, на которой мы стояли чуть раньше. Я поэтому и неспроста говорил, что без плотины, видимо, уральский человек себя чувствует крайне неуютно, потому что надо что-то оберегать, да, надо вот рядом с чем-то находиться и следить, чтобы это служило таким вот стимулом к жизни. Водичка бурлит, энергия вырабатывается, и вот мы, значит, рядом такие пассионерии с этим находимся. Значит, название у этого пруда, путаница тоже полная, чаще всего его на картах можно увидеть сейчас, как пруд Спартак. Для части местных жителей он никакой не Спартак, а Спартаком является пруд, который находится выше, в районе Елизавета. В документах администрации города он фигурирует, как пруд номер то ли один, то ли два, вот, и у прудов здесь своя тоже нумерация. Есть еще название Новый Елизаветинский пруд. В общем, как бы то ни было, вот он такой достаточно симпатичный, и в любое время года здесь всегда есть люди, которые отдыхают. Если идти там вдоль берега, то это достаточно живописное пространство, если не смотреть на ту сторону, да, на заводские постройки. Вот, но действительно такая хорошая зона рекреации, вот те, кто первый раз вообще в этих местах, то как-то для себя запомните, потому что здесь, да, здесь, в общем, осенью вполне нормально можно как-то провести выходной день, если погода позволяет. Если мы посмотрим, где упоминается слово Уктус, то есть два пункта, которые тоже носят это название. Во-первых, это железнодорожная станция Уктус, да, которая в районе Вторчермет на самом деле находится, но при этом у нее название Уктус. А второе, это аэропорт Уктус, который функционировал на месте нынешней ботаники микрорайона, да, и, в общем, вот, ну, представьте, да, Уктус уже никому не интересен с середины 19 века, и вдруг вот в 20-х годах принимается решение, что аэропорт будет носить именно это название, и, в общем, аэропорт был, как известно, достаточно крупным, и вот функционировал до, практически тоже до нашей современности. А здание аэропорта, оно до сих пор рядом с ботаническим районом находится, правда, я так и не понимаю, что там внутри размещается. При этом для власти и для горожан Уктус был, конечно, полный периферией, то есть это вот такая точка, куда специально не поедешь, ничем не интересно, и вот я уже кому-то говорил, что работала логика Екатеринбургской экспансии, такой вот Екатеринбургской колонизации. Да, Екатеринбург двигался в сторону нынешнего Химаша, как бы вот захватывая участки территории, да, и Уктус был так поглощен, а если это колонизированная территория, то в ней нет ничего интересного, поэтому, в общем-то, районом никто не занимался, районом особо не занимались в градостроительном плане, в каких-то вот там рекреационных логиках. Бесконечная была история, что давайте здесь разобьем большой парк, ну, как бы вот весь 20-й век прошел, 21-й век уже тоже, как бы, почти два десятилетия, да, там полтора десятилетия, и все же, как бы, все в той же логике, парк, 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 никто ничего не строит. Если еще пару слов сказать о самой реке, потому что эта тема, как бы, вот, продолжает логику первой нашей прогулки в поисках воды, Патрушиха отличается не только тем, что на ней заводы остались, на ней еще строят храмы. Вот на Исете храмов нет, да, кроме Старообрядческого в районе Виза. Он там выходит на пруд чуть-чуть, да, и вот, в общем, это единственное. Остальные все стоят вдалеке от реки, а вот на Патрушихе строят на берегах. Это вот была Никольская церковь, нынешняя Преображенская, там дальше это будет Спасская, Спасс, не рукотворный, по-моему, так назывался храм. Там же была заимка Новотихвинского монастыря, туда, значит, монахини ездили делать запасы. И, значит, дальше еще будет храм, который построили в районе Совхозного, там деревянная церковь, и в Академическом, собственно, где Патрушиха будет играть одну из доминирующих роль по проекту, там тоже уже возводится, значит, храм в честь строителей, которые строят этот район. И вот как раз в районе Академического у Патрушихи совершенно незавидная судьба. Если вы там тоже когда-нибудь окажетесь, то вы ее увидите закованной щебенкой, да, такой вот канал узкий, неглубокий, там глубина реки сантиметров 25-30, вот, это надо, значит, по дну течет, а вокруг такие щебеночные берега. Но если вы возьмете проект Академического, то вы обнаружите, что там в центре Академического в перспективе должен быть огромный пруд. То есть, как бы, по идее, вот они должны однажды реку запрудить, ну, то есть, если там будет пруд, то я не представляю, что останется здесь от реки, потому что воды, конечно, не хватит. Но вот они рассматривали это как такой центр Академического, потому что он перейдет на следующий берег, и там будет такой же масштаб застройки, и вот центральная часть, тоже такая ось, это река. Это вот к вопросу о том, что все-таки вода на Урале, да, река для Екатеринбурга, это, в общем, такая интересная игра и интересное место, с которым все равно город так или иначе взаимодействует. Сюда мы пришли по двум причинам. Первая причина в том, что на самом деле мы находимся на кладбище. То, что под нами, это кладбище. Это старое уктусское кладбище, и, в общем-то, когда строили это здание, и следом находится трансформаторная станция, то, в общем, натыкались на старые захоронения. Здесь было старое уктусское кладбище. Таких кладбищ вокруг уктуса было несколько. Одно около храма, и там было небольшое количество, но были могилы. И третье кладбище было в районе артиллерийского училища. Там даже, говорят, до сих пор, я не ездил, не смотрел, но в интернете есть фотографии, там несколько десятков могил до сих пор сохранились. Часть из них с памятниками, значит, там вот в лесу за артиллерийским училищем. Значит, вторая причина, почему мы здесь, это, собственно, вот это строение. Да, это сталинское ДК середины 20 века, уже послевоенное, в таком вот классицистском стиле, действительно, в таком сталинском стиле. К сожалению, в интернете я не нашел информации о том, кто его построил, значит, какие у него особенности и так далее, но оно очень хорошо ложится в схему кода воображения по одной простой причине. Значит, ДК в 50-х годах строили много, да, по всей стране. И примерами может быть вот таких крупных ДК в Екатеринбурге и в Свердловской области. Это построено одним и тем же архитектором в Нижнем Тагиле и на Визе. Да, если мы посмотрим, это ДК, которые такие храмовые, доминанты, да, которые должны были быть в центре некой активной городской жизни. И, соответственно, становилось понятно, что к ним было особое отношение и особая функция по социализации советского человека. Что происходит здесь? Если мы посмотрим вокруг, то мы не увидим ничего. Да, само ДК достаточно такое вот небольшое, не доминанта явно в местности, да, оно не окружено никакими домами. Но при этом мы понимаем, что вот как бы вот район, он еще деревянный, да, то есть нет вот этих современных панельных домиков. То есть тут живут такие люди, которые то ли крестьяне, то ли рабочие, в общем, вот уже такой стык, да, их идентичности и жизни. И вот, значит, здесь возникает такое острение. Оно не доминанто, оно не храмовое, оно, скорее, такое усадебное больше, чем культовое. И, в общем-то, вот до сих пор оно здесь находится, да, в таком, как бы, окруженном деревьями месте, его даже с дороги и не увидишь. Если вы поездите вокруг, вы не увидите это здание. Я его открыл буквально вот только в этом году случайно, да, потому что я подумал, что почему я сюда никогда не сворачивал, сворачиваю и тут вот оно. Да, и оно функционировало долго как ДК при кирпичном заводе, было ДК новостроя, да, сейчас здесь, в общем, всего понемногу, и парикмахерские какие-то салоны, магазины, даже там вот круглосуточная сауна. Ну, то есть свою культовую функцию оно, в общем, продолжает нести в современном постиндустриальном обществе и формате. Раз уж мы ходим по Уктусу, то не забраться на Уктусские горы, это грешно. На сами Уктусские хребет мы не попадаем, мы попадаем на другую гору. Вот, она находится за этими домами, и о ней, как выяснилось во время нашей велопрогулки по горам Екатеринбурга, даже не все живущие рядом знали. Вот можно отсюда посмотреть какие-то такие вот штуки на такой вот лес, да, на то, что раньше была точка отсчета Екатеринбургской истории, а с той стороны мы как раз увидим, так поднимемся, что город начнет вырастать перед нами. Вот эта гора, она называлась Вознесенская, потому что на ней была Вознесенская часовня деревянная, она вот выше, да, сам склон это тоже Вознесенская гора, а вот там была Преображенская, там была другая часовня, то есть они вот так друг напротив друга, между ними вот в этой скотловине находился Уктус. А потом здесь была военная база и радиолокационная станция, которая, говорят, вращалась, вот, производя, в общем, неизгладимое тоже впечатление, а теперь там ничего, там вот, в общем, такое место, где можно посмотреть на город. Ух ты! То есть у нас получилась такая метафора, да, вот перехода из места истока к тому, чем себя Екатеринбург вообразил в 21 веке. Мы очень хорошо можем посмотреть этот масштаб, этот гигантизм, да, и вот эта вот разница, когда с этой стороны все такое правильное и современное, и то, что у нас остается за спиной, она, конечно, очень показательна. Но мне кажется, Уктус как место, в котором сходится очень много символических значений города и нас, живущих здесь, для вас стало, может быть, чуть более очевидным. Ну и в качестве завершения все-таки прогулка от Государственного центра современного искусства, от Уральского филиала ГАЦСИИ. Я должен сделать такую небольшую рекламу, да, наших каких-то дальнейших мероприятий. Значит, я приглашаю вас обязательно прийти на фестиваль решительные действия, который сейчас проходит во дворе ГАЦСИИ, вокруг ГАЦСИИ, на набережной, около полпредства, на Добролюбово 19А, плюс у нас проходит выставка «Завтра воды не будет», это ее название, и она перекликается с тем, что происходит в городе всю эту неделю. Поэтому тоже советую прийти, достаточно интересный выставочный формат, и следите за нашими новостями в наших рассылках на сайтах в Фейсбуке, ВКонтакте и просто на сайте ГАЦСИИ. Мы там постоянно проводим различные мероприятия, лекции, мастер-классы, встречи с художниками, видеопоказы и вот такие прогулки в том числе. Спасибо. Вам тоже.